Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня 24 марта и сейчас я хочу поговорить, после того, как я сказала, что существует 7 причин, почему листья желтеют, опадают, скручиваются, нужно искать причину. Но сейчас я хочу поговорить о том, чем конкретно можно подкормить рассаду, если действительно ей не хватает вот этих вот питательных веществ. То есть, сразу скажу, я сейчас покажу вам свою, я вот говорила, что у меня не могу найти образец, чтобы показать, где листья желтеют, но вот нашла, смотрите, вот рассада. Вот это рассада у меня, которая для раннего урожая, которая не толстоногие, а которая вот такие, ну, обыкновенные. И видите, вот нижний листик, вроде бы как, если сравнить со всеми остальными, не знаю, видно вам или нет, он на фоне ярко-зеленой рассады, он кажется, что немного бледнее. Но если остальные листья у вас, вот эти свежие, хорошие, зеленые, никакой подкормки не нужно. И вот этот нижний лист, он некоторых вводит в заблуждение, что как будто не хватает все. Тут действительно мало уже питательных веществ, я уже хочу их пересаживать, корневая большая. И растение пускает все вот на свежие молодые листья, а про этот просто забывает, он уже им не нужен. И специально показала вам вот этот сеянность, чтобы по одному нижнему листу вы не делали вывод, что вам нужна подкормка. Мы все знаем, начнем с того, что мы все знаем, что чтобы получить богатый урожай, конечно, нужно вырастить здоровую, крепкую рассаду. И когда будет вот этот вот отличный посадочный материал, тогда будет все хорошо. И если спросить у опытных огородников, нужно ли подкармливать томаты, ну вот, например, таких пожилых, как у меня, конечно, первый ответ будет нет, не надо. И я про это говорила вот в предыдущем видео, что скорее всего подкормка не нужна, и никто мы не подкармливаем до высадки в открытый грунт. Или в крайнем случае только через две недели после пикировки. Но при этом, если копнуть глубже, то мы, я могу сказать так, что мы не всегда берем во внимание, что у нас у всех разные условия. И если вот у меня, я уже говорила, преимущество перед большинством огородников в том, что у меня свой качественный грунт и свои вот хорошие условия, что я выношу на улицу, и не у всех такие есть условия. И тогда мы начинаем спрашивать, а в какую почву посеяны томаты, и есть ли в ней те вещества, которые есть у меня. И вот так вот теперь стопроцентно я уже ответить не могу. Нет, не надо подкармливать. То есть, если у вас грунт, ну вот одну из причин пожелтения я называла грунт, если у вас грунт некачественный, и не знаете, какой он у вас есть там или нет, то скорее всего, возможно, подкормка и нужна. Конечно, если вы сами приготовили, как я осенью показывала, я вот готовлю одна часть полевой земли, одна часть перегноя, туда еще древесные золы, на ведро стакан целый, то подкармливать и до пикировки не нужно, и до высадки в грунт, скорее всего, мне хватит. И такая же ситуация, если вы купите, например, где-то у проверенной фирмы, которой пользуетесь много-много лет, и вы уверены в качестве грунта, туда обычно все минеральные уже удобрения добавляют, все, что нужно, добавляют. И вот на таком грунте, или на, собственно, ручном, или на качественном, если мы выращиваем, то обычно 2 месяца, вот сейчас вот этой рассаде 2 месяца, 2 месяца рассада может жить без подкормки, а через 2 месяца мы ее уже высаживаем, например, в открытый грунт или в теплицу, а я вот буду сейчас спикировать по стаканам. Но если у вас грунт сомнительного качества, если неизвестно, что там, и вы видите, что качество рассады у вас не такое, как хотелось бы, то в первую очередь вы можете сделать так, 1 столовую ложку золы прям в литре воды растворяете и немного добавляете туда. Как вы понимаете, этим мы вносим и фосфор, они после этого начинают активно развивать, это я вот для тех, кто не приемлет вот эти вот фабричные и магазинные удобрения, вот полив золой вполне может, ну как, заменить вот этот недостаток фосфора. Некоторые поливают монофосфатом, там суперфосфатом, достаточно ложки золы на литр воды, делаете полив, все, они начинают сразу корешки образовывать дополнительные, восполните нехватку фосфора. Это в том случае, когда я говорила, если цвет лист изменяет фиолетовый, и если еще что-то там, ну недостаток фосфора. Даже если вы купили грунт, и он у вас хороший, вот этот вот подкормка золой, она не повредит. Вот в том и преимущество золы, что это народное средство, оно безвредное. Потом, следующие, как можно подкармливать, если, например, вы не уверены в качестве грунта, и вам нужно туда, ну как видите, что рассада или хилая у многих, или плохо растет, или что-то. Ну вот вы поняли, что ей чего-то не хватает, как я говорила, что берете комплексное удобрение, нитроамофоски, или там азофоски, 20-30 граммов, там в инструкции должно быть написано, сколько весит столовая ложка, по-моему, так, растворяете, прям на ведро воды, хорошо, 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 ну или 15 граммов на 5-литровую баклажку, можно замочить часа на два, чтобы разошлись эти гранулы, капсулы. И начинаете полив. Расход такой же, как чистой водой поливаете, но не забудьте, что если вы удобряете, делаете подкормку, нужно обязательно по влажному грунту. Это я всегда говорю, чтобы не сжечь вот эти молодые корешки, всё. Потом, если, например, у вас листья пожелтели, и вы действительно думаете, ну как определили, что у вас не хватает азота, тогда можно составить подкормку 20 грамм мочевины и стакан уже древесной воды, это делается из расчета на ведро. Ну, значит, на 5-литровую баклушу делаете 10 грамм мочевины и полстакана золы. Также всё разводите, растворяете и с осадка не снимаете, это, ну как, не как вытяжка, а вот прям вместе с тем во взболтанном состоянии разливаете так же. Делаете как полив, но тоже по влажной земле. Это у вас, значит, вот эта подкормка будет у вас и фосфор, и азот будет восполнять недостаток. Если нет комплексного удобрения, но грунт у вас такой, знаете, бедный, вот бывают бедные песчаные почвы, в которых нет вообще ничего. Вот у нас в огороде такие. И у нас, если брать огородную землю, например, мою, мне надо туда и азот, и фосфор, и калий. Тогда вы можете сами составить из однокомпонентных удобрений, про которые я говорила, что есть однокомпонентные, ими не надо удобрять, лучше всего комплексные. Но бывает, что нет комплекса. Тогда вы сами можете сделать с однокомпонентных удобрений комплекс. То есть берёте 15 грамм селитры вот этой аммиачной, ну или мочевины, потом суперфосфата 20-30 граммов, сколько там, столовая ложка, чуть побольше. И столько же, грамм 15 сульфата калия. Всё это замачиваете, перемешиваете. Но это из расчёта на ведро, на полностью 10-литровое. Если на 5-литровую баклушу, то я вам сейчас скажу, тут уменьшается. Например, 10 грамм селитры аммиачной, 20 грамм суперфосфата и 10 грамм сульфата калия. И вот видите, селитра даст вам аммиак, суперфосфат даст вам фосфор, а сульфат калия даст вам калий. У вас будет то же самое, вот этот раствор НПК, про который я говорила, азот, фосфор, калий. Вот это комплексное удобрение, сделанное вами собственными руками составленное, можно применять при любых бедных таких, неплодородных, в которых нет вообще ничего, в таких грунтах. Ну и конечно, когда она уже повзрослеет немного, или уже в теплице, или в открытом грунте, там можно использовать вот эти натуральные настои с неприятным запахом. Кто-то практикует их, кто-то нет. Я вот один раз делала, у меня потом руки от запаха не могла отмыть, даже спать невозможно, руку под голову не подложишь, такой запах. Но кто-то постоянно ими пользуется, вот этими тоже можно уже немножко во взрослом состоянии, ну в интернете много рецептов вот этих натуральных подкормок травяных. Я в прошлом году даже видео снимала, как делается, просто зеленая трава замачивается, заквашивается, все это, все это можно делать. Только запомните, что если вы вот такими травяными подкормками будете кормить, их можно чаще, раз в неделю поливать, то минеральные удобрения, если вы будете подкармливать, если вы решите, что у вас бедный грунт, вам нужны минеральные вот эти подкормки, что вот я говорила сейчас там, азот, фосфор, калий, их уже делают пореже, лучше всего, не чаще, чем раз в 10 дней, а лучше всего один раз в 2 недели. Вот прошло 2 недели, можете еще подкормить, за это время ваши растения скушают то, что вы ему дали первый раз. Ну и конечно мой совет про жидкие удобрения, его никто не отменял, если вы не умеете составлять вот эти комплексы, вам неохота завешивать, вымеривать, если вы боитесь переборщить что-то, то лучше конечно вот этими черными концентратами, экстраты всякие жидкие, биогумузы, ну говорила я, гуме Кузнецова, сейчас большой выбор. Ими точно вы не сожжете, они безопасные, но там тоже есть дозировка, там достаточно колпачок отмерить, раз налил воду и полил, все. И все это зависит от качества грунта, от чего мы начали, к тому и пришли. Если грунт плодородный, достаточно одной, например, подкормки, если грунт бедный, то нужно подкармливать регулярно, до высадки в грунт, нужно восполнять вот этот дефицит и калия, и фосфора, иногда даже и азота, хотя говорят, что, ну везде мы слышим, что азотом подкармливать не нужно, но бывают такие ситуации, что в земле нет ничего вообще, а человек вынужден набрать эту землю и выращивать на ней. Конечно, всем хочется, чтобы растения были вот такие зеленые, пышущие, такие, без всяких подкормок. Я вот, если честно, я даже подкармливать боюсь, неохота, боюсь испортить рассаду, да если честно, и не требуется никаких подкормок, если земля хорошая, если условия есть. Но бывают такие ситуации, что подкормки необходимы. Поэтому, несмотря на то, что я всегда говорю, что подкормки не требуются, есть все-таки случаи, когда надо подкармливать. Я вот вам рассказала, чем конкретно. Но, услышав это, не надо всем сразу же бросаться и бежать подкармливать. Запомните, что вот эти 7 причин, которые я называла, и переувлажнение, и недостаточное освещение, достаточно создать хорошие условия, все это выполнить, и они без всяких дополнительных вот этих подкормок сами исправятся. Все, до свидания. Желаю всем без подкормок, без вмешательств, без дополнительных там каких-то удобрений вырастить хорошую, здоровую, зеленую, жирную рассаду, которая даст нам хороший урожай. Все, до свидания.